Герой нашего времени. Удивительную историю бескорыстной помощи и самопожертвования нашему телеканалу рассказали в областном клиническом лечебно-реабилитационном центре. Сотрудники медицинского учреждения оказывали помощь тяжело больным пациентам в 35-градусную жару, которая стояла в областной столице. Кондиционеров в помещениях реанимации не было. Условия работы были экстремальными. На помощь пришел неравнодушный житель Твери, который не побоялся провести работы по установке климатического оборудования в красной зоне. Подробности в материале Никита Васильева. Второй корпус областного клиническо-лечебно-реабилитационного центра. Здесь, на четвертом этаже, открыто реанимационное отделение, где оказывается помощь тяжело больным пациентам с COVID-19. Большинство из них подключены к аппаратам ИВЛ. Легкие у таких людей поражены не менее чем на 50%. У коек с пациентами днем и ночью дежурят медики. По 6, а то и по 8 часов в противочумных костюмах. Это само по себе тяжело. А в 35-градусную жару, которая пришла в Тверь в конце июня, условия стали поистине экстремальными. В помещениях ковидного госпиталя, где заклеена вентиляция, где находится достаточно большое количество больных, где работает медицинское оборудование, температура еще на несколько градусов была выше этих значений. Были случаи таких предобрачных, обрачных состояний. Приходилось помогать эвакуировать сотрудников с красной зоны, но тем не менее все оставались, приходили в себя и снова уходили, вставали на рабочие места. Ситуация осложнялась еще и тем, что кондиционеры на этом этаже еще не были установлены. Не дошла очередь. Тем не менее, руководство центра без промедлений закупило три устройства охлаждения воздуха. Оставалось только найти компанию, которая проведет их монтаж. Но тут возникла проблема. В красную зону специалисты ехать просто отказались. Говорили, что нет, мы не поедем без объяснения причин. Говорили, а почему мы? Позвоните в другую организацию, наверняка кто-то найдется. Но все только не я. Вот такой хороший принцип в кавычках. В итоге после многочасового обзвона мастера удалось найти. Он приехал в 8 утра, надел противочумный костюм и начал делать свою работу. Как рассказывают сотрудники центра, в тот день температура в помещениях поднималась до 37 градусов. Но специалист, его зовут Дмитрий, не роптал. Делая небольшие передышки, продолжал устанавливать климатическое оборудование. Правда, за его самочувствие, признаются медучреждения, было по-настоящему страшно. Дмитрию становилось плохо, ему оказывали медицинскую помощь, но, несмотря на все это, работа была закончена. И каково же было удивление и шок руководства центра, когда за проделанную работу специалист не взял ни копейки. Он поблагодарил и сказал, что ему ничего не нужно. Все от души и все за счет организации. Конечно, мы ему очень благодарны, как человеку. Благодарны за его гражданскую позицию, за понимание, за то, что он не отказал. Наш сегодняшний пример еще раз доказывает, что только сообща, только за счет человеческого неравнодушия можно победить пандемию. Медики, особенно те, кто работает в красной зоне, каждодневно рискуют своим здоровьем. И помочь им хоть немного, это значит приблизить момент, когда мир окончательно поборет опасный вирус.